Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели нашего канала! Сегодня у нас раздел мира между великими державами. Территориальный раздел мира и колонии. В результате громадной волны колониальных захватов 1870-1900, а некоторые говорят, что только в 16-18 век были колонии, пираты, вот туда смотрите. Нет, самый как раз эпик начался под конец 19 века. И он, отразившийся переходом капитализма к его монополистической стадии, весь мир оказался поделенным между горсткой крупнейших империалистических государств. Англия за период с 1859 по 1900 увеличивает территорию своих колоний с 2,90 млн квадратных километров до 14,82 млн квадратных километров. Великая Британия самая большая империя за всю официальную историю. Франция с 0,78 до 11 млн квадратных километров. Голландия. Моёхонькая Голландия. С 0,56 до 2 млн квадратных километров. Ну и так далее. К тому моменту, когда окончательно сложился империализм, раздел мира между великими державами в основном заканчивается. Вот, пожалуйста, карта. Вот любят порезать всё, да? Европейские колонизаторы, так сказать, на квадратики. Понаписывать историю, попереписывать историю. Ну всё, конечно же, в угоду монополий. Переписи историй, они в Африке имеют достаточно тоже большой вес и значение. Ну, насколько мне рассказывали. Борьба за раздел мира дальше развивается в новых специфических формах, характерных для новой стадии капитализма. В форме борьбы за дальнейший раздел и передел мира капиталистическими монополиями в форме, связанного с этим территориального передела мира. Это важнейшее обстоятельство. Исказил теоретик социал-демократии Гильфер Динг, подменивший борьбу за раздел мира в эпоху империализма борьбой за хозяйственную территорию. Борьба за хозяйственную территорию существует с незапамятных времён. Она имела место не только на всех стадиях капитализма, но даже в условиях античного и феодального способа производства. То есть подход Гильфер Динга, в своё время разоблачённый Лениным, стирает качественные различия между эпохами и игнорирует факт раздела мира на стадии империализма. Но почему Гильфер Дингу, Рудольфу, уделяется так много внимания? Ну, как-никак, это один из главных теоретиков синдицирования и трестирования. Ну, в общих таких чертах, да. Вместе с ним и Роберт Лифман, ну и потом уже наш соотечественный, этот Пётр Парфаняк, о котором тоже Прохоров рассказывал. На почве территориального раздела мира между империалистическими державами складываются монополистические обладания колониями. Захватив определённые колониальные территории, империалистическая метрополия монополистически использует их для своих экономических и политических целей. Колониальная политика империализма, в отличие от колониальной политики предыдущих этапов капиталистического развития, непосредственно обусловиваются общей монополистической тенденцией современного капитализма. Владение колонией одно даёт полную гарантию успеха монополий против всех случайностей борьбы с соперником. Всё тот же Ленин, том 19, страничка 137. Владеть колонией это значит, во-первых, обладать сырьевой монополией, без которой невозможно достичь прочного монополистического положения в производстве и на рынке. Второе. Монопольно эксплуатировать определённые рынки сбыта, больше или меньше доступные для товаров конкурирующих стран. Третье. Осуществлять на почве монопольной торговли с колониями неэквивалентный обмен в широких масштабах и прочным образом. Четвёртое. Приобрести источники дешёвой рабочей силы, дающие возможность повышенной эксплуатации, как в самих колониях, так и на предприятиях метрополии. Пятое. Получить сферу монопольного приложения капитала, которому внутри монополии недостаёт поприщ прибыльного применения. Шестое. Обеспечить высокие колониальные сверхприбыли, а вместе с тем создать условия для подкупа частей этих сверхприбыли верхушки рабочего класса империалистических стран, становящихся носителями оппортунизма в рабочем движении и, главное, социальной опорной буржуазии. Ой, блин, я не могу. Мне очень смешно. Почему? Потому что, глядя на всю современность, вот всё, что перед нашими глазами на странах СНГ, да, вот до какой же степени вот эти вот лидеры рабочего движения, они до какой степени служат буржуазии, кошмар просто, просто кошмар. Седьмое. Обеспечить возможность выколачивания налогов и содержания дополнительной армии, чиновничества и так далее за счёт населения колонии. Восьмое. Иметь военно-стратегические опорные пункты в соответствующих частях земного шара и так далее, так как образование, монополистическое обладание колониями, колониальная монополия играет громадную роль в общей системе империализма. Да. Вот у нас что получается? Сейчас у нас колония одна воюет с другой колонией, один бессубъект воюет с другим бессубъектом, ну, где-то там в странах третьего мира. Буржуазия передовых капиталистических стран в борьбе за своё монополистическое положение широко опирается и не может не опираться на владение колониями. Наряду с такими территориями, которые становятся официально принадлежащими той или иной империалистической державе, складывается целый ряд переходных форм государственной зависимости. Слабые страны, если они и не превращаются в прямые колонии, попадают в зависимость от империалистических государств. Ну, хорошо, зависимые две страны, можно так назвать. Это уже какой-то более мягкий термин. Вот там одна от Америки, говорят, сильно зависит от Европы, другая там от Ирана, от Китая. Где-то там, в странах третьего мира. Создаются разнообразные формы зависимых стран, политически, формально самостоятельных, на деле же опутанных сетями финансовой и дипломатической зависимости. Это всё тот же Ленин. В таком положении зависимых стран находятся ныне государства Латинской Америки, Балканские государства. Да, дедушка Ленин. Кто бы мог подумать. И другие. Формально самостоятельным государством, фактически же полуколонией, является Китай. На тот момент времени. Сейчас является ли Китай колонией? Ох, это тяжёлый вопрос, на самом-то деле. Сам себе его задал, и сейчас попробую сам себе на него ответить. Очень сложно ответить. Хотя нет, на самом деле ничего сложного здесь нет. Отчасти. Отчасти да. Больше я складываюсь к тому, что такое положение 50 на 50. То есть, и частично считается, что Китай, наверное, сейчас, наверняка сейчас колония монополий западных. И частично всё-таки Китай, он становит ими и угрозу, в виде как раз-таки подчинения коммунистической партии и всего охвата. Ну, капиталистической, конечно же. В условиях, когда мир уже поделён, особенно острые империалистические антагонизмы складываются как раз вокруг полуколоний и зависимых стран. Ну вот, давайте, да, полуколонии назовём. Англо-американская борьба за Латинскую Америку, борьба за империалистов вокруг Китая. Балканские противоречия принадлежат к числу важнейших узлов современных империалистических противоречий. Колонии и зависимые страны оказываются необходимым элементом монополистического господства, образуют один из непременных признаков империализма, как высшие стадии капитализма. Колонии, зависимые страны, угнетаемые и эксплуатируемые финансовым капиталом составляют величайший резерв и серьёзнейший источник сил империализма. Сталин, вопросы ленинизма, издание 9, страничка 59. Но в современных условиях это, конечно, страны СНГ с их невероятно огромной ресурсной базой. Это страны Африки с тоже колоссальными ресурсами. Да, и они вот заняты вот этими странами в первую очередь. Мощным орудием раздела мира является постройка в отсталых странах железных дорог и подчинение при их посредстве этих стран в экономическом и политическом отношении. Да, и когда вот задают логические вопросы, в начале проведения специальных там различных военных мероприятий задавали вопросы, там, ведущие всяких там каких-то лидеры мнений. А почему железные дороги не разрушат? А нельзя! Нельзя рушить железные дороги. И что в военной силе порушить перетоки железных дорог? Да, легко. А рушить не надо, запрещено. Постройка железных дорог кажется простым, естественным, демократическим, культурным, цивилизаторским предприятием. Такова она в глазах буржуазных профессоров, которым платят за подкрашивание капиталистического рабства в глазах мелкобуржуазных филистеров. На деле капиталистические нити тысячами сетей, связывающие эти предприятия с частной собственностью на средства производства, вообще превратили эту постройку в орудие угнетения миллиарда людей. Колонии плюс полуколонии. То есть больше половины населения земли в зависимых странах и наемных рабов капитала в цивилизованных странах. Это Ленин, сочинение том 19, страничка 74. Вот дедушка Ленин тут жжет в этом томе, прям попоны. Проникая в колонии, империализм обрекает их на все ужасы тройной эксплуатации. Империалистическая эксплуатация колоний переплетается с гнетом феодализма и грабительством туземной буржуазии. Объединяясь с господствующими слоями прежнего социального строя, феодалами и торгово-ростовщической буржуазии против большинства народа. Это шестой конгресс Коминтерна, сценографический отчет, выпуск шестой, 1929 год, страничка 128. Империализм оказывает самое губительное воздействие на благосостояние трудящихся масс колоний. Вместе с тем специфические колониальные формы капиталистической эксплуатации в конечном счете тормозят развитие производительных сил соответствующих колоний. Вот только дронами, дроны. Вот современная война это война дронов. Там где-то в странах третьего мира. Ну там тоже говорят, что Ближний Восток это страны третьего мира, но я так не считаю. Там тоже дрон. И чудовищно одностороннее направляет развитие производительных сил в колониях по линии производства аграрных и сырьевых продуктов. Вся экономика колоний уродуется в угоду задачи превращения их в аграрно-сырьевые метрополии. Ой, извините, придатки метрополии, конечно же. Хищнические методы эксплуатации недр и почвы приводят к колоссальному расточению и подрыву производительных сил. Предельно одностороннее развитие колониального производства искусственно сосредотачиваемо на одном-двух продуктах, так называемых монокультура. Делает экономику колоний крайне неустойчивой, подверженной всем разрушительным влиянием изменчивой рыночной конъюнктуры и все более зависимой от метрополий. В силу всего этого положение трудящихся масс колоний становится исключительно тяжелым. Монополистический гнет в сочетании с феодальной и туземной буржуазией эксплуатация оказывается мощным фактором революционной, освободительной борьбы колоний против империализма. Являясь важнейшим резервом и источником сил империализма, колонии вместе с тем становятся крупнейшим фактором его гибели, оказываясь величайшим резервом и источником сил пролетарской революции. Тут вот, вот почему дедушка Маркс, он до этого не дошел еще в свое время, он не добежал, но вот не было у него еще возможности, да, хотя он был близок к этому, но вот уже и Ленин, и вот и советская уже профессура, они увидели, они увидели, что да, вот, вот в России, в Российской империи, вот только там, вот там оно случится первое. Первое. Вот там надо власть захватывать, вот даже если, допустим, ну вот, ну каким-то бы образом не было бы русских революционеров, где-то бы из среды немецких, а немеченых русских, а немеченых, ну английских там, австрийских, ну короче, вот понимаете, что я имею в виду? Из нероссии бы рвались бы в Россию, чтобы вот там революция случилась, потому что Российская империя, это, ну мы Серега, и Серега первый пришел к выводу, что это все-таки колония британской монархии, потому что они все там родственники, елки-палки, вы посмотрите, как они выглядят внешне, они почти все одинаковые. Вот. И это была главная база империализма, и она самая мощная по ресурсам, и только там могло вспыхнуть действительно социалистическое восстание, коммунистическое движение. Потому что, имея такую большую сырьевую базу, ты можешь выстраивать уже социалистическое государство, как авангард остальных социалистических государств на планете Земля. Ну не может быть, например, та же Куба авангардом социализма, ну не может быть там, ну какой-то Лихтенштейн авангардом социализмом, нет. Только большая сырьевая база порождает вот это вот все. Ну и сами теперь догадайтесь, почему Китаем так активно капиталисты занялись, почему так гряно кричат об эволюционном подходе, а нам не нужна революция. Я, а, а, да, ну почему, ну потому что они все прекрасно понимают, то что современные сырьевые придатки стран третьего мира, они несут к себе угрозу и похоронят империализм. Так, антиленинские теории. Социал-фашизм, занимающий контрреволюционную позицию решительной и последовательной поддержки империалистов в их борьбе за передел мира и колоний, теоретически обосновывают эту позицию признанием за империализмом роли носителя культуры и прогресса. Так, Брюссельский конгресс 2-го интернационала 28-го года по докладу Си Оливье, социал-демократа, являющегося в качестве губернатора Ямайки, видным проводником империалистической колониальной политики, применял резолюцию, заявляющую, что освобождение колоний вернуло бы их к варварству, а следовательно должно было быть признано нецелесообразным. Социал-фашист Жуа, руководствующий деятель Амстердамского интернационала, объявил, что принудительный труд в колониях вполне оправдывается обстоятельствами. Такого рода установки переплетаются у социал-фашизма с бешеной борьбой против национальной политики СССР, до конца выкорчившей колониальное рабство угнетенных народов бывшей царской России. Несколько по-иному отразилась социал-фашистская концепция колониального вопроса в работах контрреволюционера Троцкого. Троцкий игнорирует наличие и господство крупнейших остатков феодализма в колониях, сбрасывая тем самым со счетов классовые борьбы в колониях острейший антагонизм между феодалами и трудящимися массами, и отвергая противоречия между феодалами и буржуазией. Он воспевает якобы производимую империализмом бешеную индустриализацию колоний, широкие закупки машин, быстрое выкорачивание до капиталистических форм, смазывая хищническим и паразитический характер империалистического господства. Одновременно он отбрасывает задачу борьбы угнетенных империализмом народов за их самоопределение. Таким образом затушевывается антифеодальный характер колонии и революции, и в значительной мере замазывается ее антиимпериалистический характер. Прикрашивая роль туземной буржуазии в колониях и выдвигая для нынешнего этапа китайской революции, в противовес ленинскому лозунгу «Власть Совета» в реакционный лозунг «Учредительного собрания», Троцкий вместе с тем всячески преуменьшает революционную роль крестьянства и смазывает важнейшую задачу осуществления союза колониального пролетариата с крестьянством под гегемонией пролетариата. Поэтому он отвергает ленинскую линию на осуществление революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в колониальной революции. Таким образом, ренегат Троцкий при всех левых фразах совершенно затушевывает противоречия между метрополиями и колониями и дезориентирует революционную борьбу колониальных народов против гнета империализма. Теоретики деколонизации среди коммунистов, по сути дела, воспроизвали в своеобразном варианте социал-демократическую концепцию. Они утверждали, что империализм, широко насаждая промышленность в колониях, тем самым ослабляет их зависимость от метрополии и в конце концов деколонизирует их, это все в кавычках, деколонизирует слово, превращая их в самостоятельные всесторонне развитые капиталистические страны. Сторонники теории деколонизации замазывают неизгладимые и все обостряющиеся противоречия между интересами развития производительных сил в колониях и тормозящим, уродующим это развитие империализм. Они выступали против того повседневно подтверждаемого империалистической действительностью факта, что монополистический гнет исключает возможность широкого, всестороннего и здорового развития колониальных производительных сил. Ошибочную оппортунистическую концепцию по вопросу о взаимоотношениях метрополии и колонии на почве раздела мира великими державами развила также Роза Люксембург. Полагая, что роль колоний сводится к реализации части прибавочной стоимости, не могущей найти себе сбыта в капиталистических странах, Роза Люксембург тем самым игнорирует эксплуатацию колоний империализмом и устраняет экономическую базу революционной борьбы против империалистического порабощения. Колонии в концепции Роза Люксембург выступают лишь как фактор разрешения противоречий капитализма. Роль колоний как важнейшего момента обострения империалистических противоречий, факт неугасаемой революционной борьбы колоний против империалистического гнета, место освободительного движения колониальных народов в общей революционной борьбе, задача соединения движения в империалистических странах с национально-освободительской борьбой колоний. Это Сталин. Все это не доходит, не находит места и отбрасывает концепции Розы Люксембург, игнорируя роль освободительного движения угнетенных наций для мировой пролетарской революции, отрицая по сути дела права нации на самоопределение, смазывая крах капитализма не с революционной борьбой пролетариата в союзе с угнетенными народностями, а с автоматическим исчерпанием капиталистической среды. Роза Люксембург совершенно извращает отношения, складывающиеся на почве раздела мира империалистическими государствами. В противоположность всем буржуазным и оппортунистическим теориям, ленинизм подчеркивает, что в эпоху империализма мир резко разделен на два лагеря – горстку цивилизованных империалистических наций и гигантские массы эксплуатируемых колониальных народов. Он показывает, что, образуя важнейший резерв империализма, колонии испытывают нестерпимый монополистический гнет, обусловливающий их революционную борьбу против империалистических поработителей, как единственное средство освобождения. Он устанавливает, что революционная национально-освободительская борьба колоний делает колонии величайшим резервом и источником сил пролетарской революции. Он показывает, что интересы пролетарского движения в развитых странах и национально-освободительного движения в колониях требуют соединения этих двух видов революционного движения в общий фронт общего врага против империализма. И что победа рабочего класса в развитых странах и озвобождение угнетенных народов от игоимпериализма невозможны без образования и укрепления общего революционного фронта. Сталин. Вопросы ленинизма. Девятое издание. Страничка 50. Вот когда может быть, например, в передовых капиталистических странах коммунизм? Только тогда, когда социализм на себя базу окрепнет, рабочее движение окрепнет в основных угнетенных, так сказать, странах, которые вырвутся из-под этого гнета. И вот так. Дальше. Милитаризм и маринизм империалистические войны. Раздел мира к началу 20 века оказался чрезвычайно неравномерным. Наиболее лакомые куски захватила себе Англия. Большие территории оказались под французским ладычеством. В то время как молодые империалистические страны Германии, Соединенные Штаты Америки, Японии, остались обделенными. К моменту войны 1914-18 на каждого жителя Англии приходилось 8,6 жителей английских колоний. На каждого жителя Голландии 7,5, на Франции 1,2, на Германии 0,2, на США 0,1. Крайняя неравномерность раздела мира явилась тем фоном, на котором развернулась борьба за его передел. Соотношение империалистических сил постоянно меняется. Каждое такое изменение не может не явиться фактором обострения борьбы за колониальные территории, не может не приводить к конфликтам и войнам. Империалистический милитаризм, вытекающий из общей природы монополий, самой характерной чертой которого является отношение господства и связанного с ним насилия. Это Ленин. Особенно тесно связан с борьбой за передел мира и с классовой борьбой империалистической буржуазии с пролетариатом. Оставляя пока в стороне рассмотрение этого очень важного второго момента, мы должны подчеркнуть громадную роль борьбы империалистов за передел мира как основы и стимула милитаризма и маринизма. Вот, пожалуйста, вам диаграммы. В процессе этой борьбы совершается и передел колоний, и аннексия передовых промышленных областей. Эльзасы, Лотаринги и так далее. Она отнюдь не отсводится к захвату колоний, хотя в большей мере развертывается именно по этой линии. Факт раздела всего мира между империалистическими государствами делает неизбежную вооруженную борьбу за передел мира, и делает неизбежными империалистическими войнами. Война стала неизбежной для капитализма, потому что за несколько лет до нее империализм разделил мир по старым, так сказать, меркам силы, исправляемым войною Ленин. Уже задолго до того, как произошел полный раздел мира, имела место борьба за колонии и связанные с нею конфликты и войны. Но только с того времени, как совершился этот раздел мира, только в период империализма, сложилась необходимость вооруженного передела мира, неизбежно принимающего форму империалистической войны. Вся эпоха империализма заполнена непрерывной полосой международных конфликтов и войн. За 20 лет предшествующих мировой империалистической войне, это 1914-1918, произошли... Мы перечислим только важнейшие следующие события. Вот смотрите, как много всего. В 1894-й, японско-китайская война, связанная с захватом Кореи. В 1896-й, итало-абетсинская война. В 1897-й, греко-турецкая война. В 1898-й, испано-американская война. В 1899-й, 1902-й, англобурская. В 1900-й, война империалистов против Китая. Оно же боксерское восстание. В 1904-м, англо-тибетская война. В 1904-м, война Германии против племени Герреро. Тогда же, русско-японская война. В 1907-м, японо-американский конфликт. В 1908-м, на Оксе, боксни и герцеговины, Австро-Венгрии. В 1911-м, 12-м, итальяно-турецкая война. В 1912-м, балканская. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые зрители, на 20-й век, и в особенности сейчас на 21-й век, где у нас полыхает весь Ближний Восток. Он 20 лет, вот с тех событий 2001-го года в США, да, и чуть-чуть позже, Ближний Восток как заполыхал, так и полыхает, и полыхает, и полыхает. Хотя, уже где-то там, в 90-х, начало 2000-х годов, Китай замыслил свой один пояс, один путь, поэтому Ближний Восток, он не мог не полыхнуть. Приведенный перечень ярко иллюстрирует исключительную конфликтность развития свойственного империализма. Эта конфликтность, необходима порождаемая сутью империализма, непосредствующим образом связана с закончившимся разделом мира. На почве раздела мира великими державами между ними складываются жесточайшие противоречия, необходимой формой движения которых являются империалистические войны. И сейчас, если условно сказать, что идет весьма большая война между империалистами западными с империалистами восточными, то есть восточный блок БРИКС, лидером которым является Китай. И туда тоже и американские втянуты различные монополии, неважно, международные монополии. И западный блок, антлантический блок, в который авангардом выступает США и блок НАТО. И некоторые страны, кстати, европейские, им не нравятся ни старые деньги. Кстати, Англия. Англия это старые деньги мировые тоже. Им не нравится ни господство США, ни Китая. Им бы как-то свое что-то урвать. И я усматриваю, знаете что, что самыми главными, вот как раз таки, теми, кому выгодно восстановить СССР, является авангард западного капитала США. Вот именно старые деньги США. Старые деньги Швейцарии. Хотя им как бы так, ну, немножко по барабану от этого всего. Но, тем не менее, я тоже еще учитываю и культурное отношение туристов различных, китайских, индусских. А я знаю, как они себя ведут. Мне доводилось как-то работать. Ну, знаете, эти все кругосветные путешествия, программы, которые про путешествия. Я монтировал эти все моменты. Я знаю, как себя ведут китайцы, знаю, как ведут себя индусы. Они далеко не европейцы, скажем так. У них другое понятие культуры, другое понятие этики. Ну, если мы говорим про европейскую культуру, да, то, ну, это база Аристотеля, конечно же. Это вся этика его, оттуда она выросла. Вот, поэтому тут вот им неприятно будет, если Китай все-таки в этой войне, ну, он может же победить. Ну, конечно, может. Хотя, учитывая силы США и учитывая силы Европы, ядерные потенциалы, это очень тяжело в этом всем победить. Потому что просто отдавать так власть никто из империалистов не захочет. Вот. Ну, и Англия. Англия тоже, я вот старая вот эта лондонские сити, я усматриваю в их движениях, которые не видно. То есть, они никогда об этом прямо не скажут. Потому что это реальный подрыв такого, что вот для них выгодно восстановление социалистического лагеря. Ну, а как это вот, ну, Ротшильд, он же кто? Он представитель вот этого, вот лондонских сити и прочего. Хотя, не все так однозначно. Там и Нью-Йорк тоже завязан на этих всех делах. Нету какого-то прям локального сейчас географического центра. Я в общем сейчас беру. А ну, Воришам, а ну, Воришам неприятен восстановление СССР. Правда, не всем. Там я небольшой специалист, но тем не менее. Не буду говорить о том, чего я сильно не знаю. Вот. В приведенном нами выше перечне важнейших конфликтов, вот этот, которыми привели, и 20 века, и до конца 19-го, и 21-го, и вот этого воин периода довоенного империализма, встречаются и воины империалистов с колониями, с колониальными народами. Вот, например, вот эта война Германии против Геррера, войны против полукколоний, китайская война, и войны между империалистами из-за колоний, например, это испано-американская война, и войны, происходящие по указке империалистических держав между их вассалами, это Балканская война, и так далее, и тому подобное. Империалистические конфликты развертываются по многим различным линиям, в том числе и вокруг неколониальных территорий. В мировой империалистической войне, ну, первой, да, 1914-18, все эти линии сплелись воедино. Послевоенный капитализм характеризуется еще большим обострением борьбы между империалистами и борьбы империалистом с колониями, чем довоенной. Не останавливаясь здесь подробнее на обрисовке важнейших узлов империалистических антагонизмом, отметим. Первое. Гигантское развитие англо-американского противоречия, являющегося крупнейшими ведущими империалистическими антагонизмом, которое особенно резко проявляется в борьбе за Латинскую Америку, Канаду, Китай и нефтяном соперничестве в таможенной борьбе и так далее. Это вот англосаксы, главные враги там кричат с телевизора. Ребята, я уже говорил это когда-то. Больше всего англые и американцы, они друг друга ненавидят. Вот я когда вижу этот, король Чарльз, миссис Байден, встречают. А когда-то там еще Елизавета II была жива, там Трамп приехал. И знаете, они так улыбаются друг с другом, обнимаются. Такие джентльмены. Там, наверное, как двери только закроются, сразу. Ты скотина, я тебя тут, блин, задушить готов. Я тебя поломаю. Там такая ненависть. Такая злоба друг к другу. Они поэтому специально стараются заключать, ну, хотя бы какие-то даже кровные союзы. И то. И то. Вот это Меган Маркпл. Я не помню, она кто. Канадка или, не знаю, американка. Я даже не знаю, где это сейчас принц Гарри. Но это тоже один из элементов вот этой вот борьбы. Внутри себя, внутри их империалистических кланов. Это ужас просто. Это два мегагиганта. Самые монстры. Англия и Америка. Вот сейчас вот в капиталистическом нашем мире, да, это самые большие монструозные страны. Там вот кто-то сейчас может сказать, ой, о, э, там арабские миры. Ребята, что за чушь вы говорите? Я как слышу это, что вот арабские страны, они вот какие-то передовые, там туда все текают куда-то. Туда ну вориши бегут, новые деньги, нищеброды туда летят со всего мира. Миллионники, миллионеры вот эти, которые там с капиталами в 5, в 10 миллионов, в 20 миллионов. У кого-то даже миллиона нет, он все равно туда старается причесаться. Ну такие мелкие буржуи туда. Старые деньги. Старые деньги там, ну что, ну могут какой-то клуб футбольный продать этим самым арабам. Пристроить их этих арабов в Оксфорде, поучиться у них. Вот чем занимаются старые деньги. А старые деньги там тусить особо не любят. Для них это неинтересно. Они у власти, более 120 лет их монополии у власти. Какие там арабы, которые там только-только вылезли. Что-то там какие-то планы они там все строят. Да пусть строят, им вообще по барабану на это. Боже, стройте у себя, что хотите. Что хотите, блин. Пока вы сидите на нефтяной игле, страны ОПЕК. Пока у вас там американский флот плавает. Пока есть угроза Китая, вы будете для них вот этими вот. Ну, арабы, так например. Они знают это на самом-то деле, шейки. Просто меня удивляет, ну не то, что удивляет. Меня смешит вот это вот, ну воришеская, вот из грязи в князи. Вот это вот, что вот страны ОАЭ, ОПЕК и так далее. Ну, некоторые потом понимают, так они же под америкосами. Вот, а неужели, догадался. Вот, второе. Резкие противоречия между странами-победительницами и побежденными странами на почве Версальского мирного договора и установленной им системой ограбления государств, потерпевших поражение в империалистической войне. Вот, как СССР по сей день грабят, да. СССР утратил свой государственный аппарат. Вот, что по сути утратил СССР? Он утратил свой репрессивный аппарат. Ну, нету СССР, ну не существует. Ну, полно сект СССР. И вот ограбление этой территории сейчас происходит прям с ускоренными темпами. Третье. Сложнейший узел тихоокеанских антагонизмов, развертывающихся прежде всего между США, Японией и Англией, и вовлекающих в свою орбиту также и другие империалистические государства. Четвертое. Англо-французские противоречия. Блин, как французы ненавидят, когда с ними на английском общаешься. Ё-моё. Они все это английский понимают и знают. Ну, как они не любят? Я никогда не был во Франции, скажем так. Но я знаю, как они себя проявляют. И кадры видел соответствующие. Я вижу это лицо. Камера, она порой передает такие детали, которые ты в реальной жизни можешь не заметить. А вот эта вот микромимика на крупном плане. Ёлки-палки, как у француза там начинают бегать все его внутренние извилины, когда с ним начинают балакать на английском языке. Ох. Это же понимание того, что мы, французская когда-то вот, аристократия. Вам, этим англичанам, дали вот всё. Мы, норманы, вас захватили. Ну, тоже норманы всё-таки во Франции на севере как-никак окучивались. Тоже, если берём Российскую империю, вся знать когда-то говорила отсюда на французском, иногда на английском и на немецком языке. Языках. Вот. Другой, так, далее. И пятое. Франко-итальянский антагонизм. Ну, конечно же. Ну, куда же без этого. Ну, тоже. Наполеон бы на Пахтиту захватит. Или там Цезарь давнейший итальянца. Ну, это... Да всё вот наслаивается, наслаивается, наслаивается. Ненависть. На ненависти. С другой стороны, побеждённые в войне 1914-1918 государства вынуждены после войны примириться с ограничением вооружений. Перешли в последние годы к скрытой подготовке в широком масштабе вооружённых сил и откровенно потребовали пересмотра мирных договоров вообще и, в частности, в пунктах ограничения вооружения. Ну, кстати, а как можно... Вот как можно было тогда Третьему Рейху перейти к вот этому вот скрытому, да, ну, как скрытому? Там все знали, что они готовятся. Поддержка американских банков, передовых, авангарда буржуазии поддерживала это всё. В комитете 300 вот это, ну, такое весьма резкое произведение. Оно как бы изобилует громадное количество лжи, но, тем не менее, и чуть ли не изоповым там местами языком. Очень критически надо к нему относиться, но, тем не менее, там такие какие-то связи проявляются, что ты можешь усмотреть, а как, ну, кто-то там какой-то банк отчислят, там Швейцарии бабло пошло, там с Италии бабло пошло, пошло на вооружение. В наряду с межимпериалистическими антагонизмами и вытекающими из них конфликтами в послевоенный период развернулся целый ряд новых конфликтов и войн между империалистическими державами. С одной стороны и колониями, и полуколониями, с другой. К числу их относятся война английского империализма в Афганистане, войны французского империализма в Марокко, Сирии и Индокитае, война американского империализма в Никарагуа, интервенции японского империализма в Маньчжурии, в Северном и Центральном Китае и другой моментах. Своебрасные проявления войн, ведущихся в интересах империалистов и хвасалами, представляют собой идущие ныне войну между Боливией и Парагваем и между Колумбией и Перу. Обострение империалистических противоречий в послевоенный период и подготовка интервенции против СССР приводит к еще большему бурному росту милитаризма и маринизма. Тридцать третий год, они уже пишут, они готовятся. Они готовятся. Я еще раз прочитаю. Обострение империалистических противоречий в послевоенный период и подготовка интервенции против СССР приводит к еще более бурному росту милитаризма и маринизма. То есть СССР еще в начале тридцатых годов, они все знали, что будет война. Они знали, что сейчас начнется империалистическая война. Они предполагали, что это будет и с Германией. И может это будет и с Италией. Или там будет это с Англией или Америкой. Но с кем-то это произойдет. Но самый большой акцент, что скорее всего это произойдет с Германией, думали. С Третьим Рейхом. Почему бы, что они были в угнетенном положении и именно их накачивали. То есть это все было известно. Понимаете? Но особенность того периода является быстрый качественный рост боевой мощи армии и флота. За счет развития новейших средств борьбы. Это была как раз таки авиация. Это химия. Это танки. Это бактериологические средства войны и другие. Но тогда еще ядерного оружия не было. Понимаете? То есть как бы вот это все авиации, танки, оно не сдерживает так, как ядерное вооружение. И за счет повышения боевых свойств старых родов войск. Тоже вот диаграммы. Обострение классовых противоречий, подъем революционного движения в странах капитализма вынуждают империалистов с одной стороны прибегать с помощью социал-фашистов к попыткам усыпления революционной бдительности пролетариата пацифистскими разговорами о разоружении Вашингтоновской... Ну, о разоружении. То есть это Вашингтоновская конференция, Женевская конференция. А с другой стороны к подготовке... Вот. Подготовке еще классовой армии в первую голову в виде фашистских боевых организаций, на которую буржуазия могла бы положиться. Потребность в массовой армии для ведения большой войны и в то же время надежность такой армии, состоящей из рабочих крестьян и мелкой городской буржуазии. Таково основное противоречие, с которым сталкивается строительство армии и флота империалистических государств. Противоречие, облегающее превращение империалистской войны в войну гражданскую и использование армии и флота на стороне революции. Необходимо отметить значение торгового флота, как резерва военного флота, как орудия борьбы за мировую гегемонию. Только этим можно объяснить парадоксальный факт субсидирования капиталистических государствами постройки новых скорых и крупных судов в эпоху перепроизводства средств ношения, когда около 13,1 и 2 миллионов метров мирового тоннажа состоит в прореколе на 1-6-й 1933-го. Об этом же свидетельствует факт требования одобрения генеральными штабами проектов и чертежей новых состроящихся морских гигантов США и Франции, предназначенных, казалось, для чисто торговых функций. Эта же империалистическая существительность сказывается в борьбе за морские пути и сооружении военно-морских баз, в борьбе Англии за обеспечение путей в Индию, в постройке морской базы в Сингапуре, в постройке канала Панамы США и в вечной аренде его, вырванной у Республики Панама, в постройке Кильского канала Германии и в борьбе на Средиземном море между Францией и Италией, в борьбе за стратегические участки на Тихом океане, в первую очередь между Японией и США. Раздел мира империалистическими государствами является основой гигантского обострения борьбы между метрополиями и колониями и базой сильнейших антагомизмов между самими метрополиями и фактором усиления классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом. Вот, достаточно большая, обширная тема была, но пусть она будет в одном таком ролике. Благодарю вас всех за внимание! Сила в пролетарской правде!